Здравствуйте дорогие друзья с вами снова Елена и наши гороскопы здоровья мы продвигаемся по знакам зодиака осталось три комплекса видео касаемо козерога водолей и рыб сегодня говорим о козероге поэтому дорогие козероги если вас эта информация интересует настройтесь на то что выйдет сегодня три видео все будут касаться вашего здоровья первое обзорное второе с советами народной медицины третье астрологическое меню так что надеюсь что на сегодня будет с вами плодотворная беседа о вашем здоровье впрочем как и о моем поскольку я не типичный козерог и напоминаю что те все кто родился на переходе знаков в течение недели минимум от 10 дней первой декады являются переходными то есть надо всегда интересоваться гороскопом ушедшего знака ну и их солнечного тогда только будет полная картина ну что ж начинаем обсуждать астрологические болезни знака козерога самом начале видео конечно же повторение прописных истин которые вы конечно же знаете но тем не менее повторить нужно козерогу покровительство планеты сатурн планета достаточно строгая ограничивающая создающая массу проблем причем внутреннего как бы спеленывания человек боится самовыражаться боится двигаться вперед не здесь и все за и против и так далее то есть это достаточно осторожный медлительный знак стихия земля знак антагонист рак поэтому дорогие козероги с болезни рака имеет к вам непосредственное отношение поэтому видео на эту тему рекомендую посмотреть как свое собственное а поскольку антагонист присутствует в жизни незримой нитью связанной с основным знаком и было бы здорово если бы он что-то подкинул хорошенькое в данном случае но к сожалению мы сейчас говорим о болезнях поэтому все заболевания знака рак имеют непосредственно отношение к козерогу за что отвечает у нас козерог но прежде всего за колени это его исконный так сказать объект внимание и является слабым местом в организме за скелет как таковой целиком и полностью поэтому всякого рода переломы и прочее это тоже к сожалению от козерога дополнительно пищеварительная система принадлежит к козерогу так что места достаточно ответственные и скажем так проблемные в судьбе наших козерог раз уж эти объекты являются исконно козерожьями то стоит уже сразу упомянуть часть болезней которые чаще всего встречаются у козерога к сожалению это глухота воспаление сальной железы артриты всякого рода изобильные переломы которые преследуют козерога на протяжении жизни скажем так вот все это как раз является непосредственно ну и болезни связаны с суставами особенно коленными это исконно козерожья болезни поэтому ну жаль есть еще один нюанс который часто встречается у козерогов потеря зубов поэтому за зубами надо следить с детства и какими бы крепкими они не казались надо помнить что придет время когда можно остаться без единого зуба поэтому нелюбимый кабинет стоматолога должен стать максимально любимым в исполнении знака козерога минерал без которого организм козерога просто не может существовать это фосфорно-кислый кальций поэтому в данном случае на это надо обращать особое внимание витамины а ц и е это запомните пожалуйста дорогие мои козероги и внимательно следите за тем чтобы с этими витаминами у вас перебоем не было а вот значит надо правильно составлять определенное меню то есть водить продукты которые жизненно необходимы к сожалению брокколи а почему говорю к сожалению потому что козероги как бы к овощам вообще бывают достаточно равнодушны а уж к этому брокколи так тем более но тем не менее этот продукт должен появляться на нашем столе если это полезно наступим на горло песни и начнем есть цитрусовые в большом количестве то есть лимоны апельсины грейпфруты что у нас там есть в ассортименте мандарины это все в большом количестве не ограничивая себя чечевица невероятно полезно и приятно во всех отношениях красная свекла вот это должно появляться на столе и даже красную свеклу можно готовить в разных видах в виде икры заправив сметаной добавить чесночка то есть это достаточно вкусно с картошечкой пюре так вообще необыкновенный подарок судьбы так что не будем морщить носик на эти продукты они должны появляться и надеюсь так и будет помимо вышеперечисленных продуктов очень болезнен йогурт и яйца поэтому вот так вот это уже такие рекомендации эти продукты должны конечно на нашем столе быть в разных видах вот и достаточно часто с этим мы закончили но если мы говорим о психосоматике заболеваний то надо понимать что черты нашего характера взгляд на вещи зачастую провоцируют болезни создавая так сказать благоприятный фон для любой инфекции который уже соответственно последует автоматически чего не хватает козерог конечно оптимистичного взгляда на вещи он чаще всего пессимист замкнутый в себе поглощенные внутренними мрачными мыслями предчувствие каких-то неприятностей которые вот-вот последуют и если даже таковых нет козерог умудряется такие придумать и уже озаботиться на этот счет вот это мрачный смысл это конечно от сатурна заставляет себе думать вопреки своей планете это удел тех кто умеет это делать считает это нужным или хотя бы борется за здоровый образ жизни поэтому никакие мероприятия без оптимистичного взгляда на вещи козерогу не помогут поэтому приходится высекать больше верить себя расширяться горизонты перестать себя постоянно урезать боясь что это будет неосторожный шаг который придет к каким-то последствиям вы попробуйте сделать этот шаг а если уж последствия возникнут с вашим упорством и упрямством и это последствия можно легко преодолеть но бояться ответвиться куда-то и из-за собственной неосторожности запретить себе новые оптимистичные движения какие-то горизонты открыть которые маячат но почему-то по каким-то обстоятельствам козерог все время себе все запрещает боится считает это опрометчивым что ему это не нужно и так далее то есть расширять горизонты необходимо иначе так можно зациклиться прожить достаточно узко свою жизнь да без потерь да без всяких шероховатостей поскольку но это уж слишком будет узкая дорога не недостойного козерога поэтому в данном случае давайте уже как бы быть более открытыми смелыми и оптимистичными это залог прежде всего гармонии в организме и стала быть хорошая основа для крепкого здоровья и давайте еще бороться с нашей язычной меланхолии вот это замкнутости себе какой-то отстраненности от всех не умение как бы раскрываться перед людьми состояние какой-то садливости себе на уме это тоже кстати является хорошей почвой так сказать средой для заболевания вот казалось бы да но при чем здесь это но эгоистичность и меланхолия козерога прежде всего делают его болезненным и неуверенным в себе поэтому с этим надо бороться прежде всего так что я вам точно могу сказать дорогие мои друзья что черты характера которая не корректируется а усердно культивируется становится образом жизни является прежде всего источником заболеваний хотите вы того или нет но если рассмотреть судьбу козерога то странным образом он живет как бы свою жизнь наоборот в действии он рождается исключительно рассудительным взрослым мудрым а вот чем старше он становится тем меньше остается у него здравого смысла он как бы молодеет и если в юности он выглядит старше своих лет то в зрелости он стареет достаточно медленно создавая иллюзию более молодого человека чем он есть на самом деле с мозгами происходит с поступками та же самая история но я вам хочу сказать что если мы просто это сделали в экскурсии так сказать молодости и сохранение таковой у знака козерога то то что я сказала это прописная истина вы можете понаблюдать за собственной судьбой вспомнить как много вам добавляли лет когда вы были юны как вас это расстраивало показались гораздо старше и так далее но какая перспектива приятная когда вам подходит пятидесяти а вам больше сорока не дает тут происходит компенсация ваших переживаний а вот в юношестве так что ничего страшно дорогие мои друзья козерог выглядит достаточно молодо уверенность себе имея даже достаточно серьезные заболевания создает впечатление пыльшущего здоровьем человека ну что ж как говорится главное чтобы костюмчик сидел а почему мы болеем мы конечно же в течение трех видео разберемся дорогие мои козероги наслаждайтесь жизнью вот ваше это стремление и создавание образом мученика страдающего за все человечество тащащего на себе непосильный воз всяких проблем и вы хотите чтобы вам сочувствовали чтобы вам говорили что вы необыкновенно важный человек жизни что вы так многое на себе несете что вы сильные ну в общем вам нужна поддержка в этом плане чтобы замечали про прочее но если никто не замечает или делают вид что это вполне естественно и так и должно быть козерог может пасть в ныне в угрюмость создать стен стену вокруг себя выглядеть постоянно страдальцем которому очень тяжело в этой жизни он никем не востребован он а артист который не получает аплодисментов и так далее то есть постоянно страдание это отталкивает людей люди и не хотят знать что у козерога очень и пламенная душа страстная и он совсем другой внутри может быть но из-за своего вот этого образа постоянного мученика так сказать прикованного к кресту и стекающего кровью он просто не дает возможность людям рассмотреть да впрочем они этого и не хотят поэтому все вот эти дары козерога с его светлой душой романтичны страстны они часто даже как бы не востребованы поскольку люди даже и не могут допустить что за этой громой личностью кроется такая вот история поэтому дорогие мои козероги конечно приятно когда нас замечают и делают нам комплименты и понимают что мы можем взвалить на себя ответственность во многих вопросах и тащить ее на грани собственных сил и возможностей но пусть тогда это осознание того что мы сильные как бы нас и греет если люди этого не замечают или молчат не стоит уходить в себя свою ракушку отстраняться не допускать никого собственный мир быть односложным жить какой-то параллельной жизни даже в семье потому что вас там больше не понимают и не могут так сказать поддержать но чем вы больше отстраняетесь тем меньше шансов получить какую-то поддержку потому что вы не даете людям возможность приблизиться к вам стать для вас родными и замечательными вы построили стенкой за этой стенкой же сами страдаете от одиночества тогда надо разрушать стену открываться людям улыбаться быть более романтичным прекрасным таким какие вы и есть на самом деле а не придумывать образы за которыми никто не может к вам подойти даже не подозревать что к вам нужно подходить что вы этого желаете поэтому надо понимать ваше вечно мрачное лицо состояние ухода в себя и мученичество это первые сигналы к тому что вы в конце концов будете одиноки по определению даже находясь в очень плотном человеческом коллективе я вас сильно удивлю дорогие мои друзья но вы поймите правильно то о чем мы говорили ваша отстраненность вашей так сказать угрюмость и так далее вам же собственно и вредит и удивительным образом если вы знаете что у вас в организме огромное количество отложилось солей эти соли вас уже начинают преследовать в разных суставах и везде оно хрустит и мучает и так далее помните что прежде всего это от вашего характера чем больше чем больше вы носите эмоции в себе замыкаетесь в себе перестаете общаться отстраняетесь от людей тем больше вы создаете в организме эффект кристаллизации то есть у вас как бы все начинает откладываться и эти соли прежде всего напоминание что вы не очень то собственно говоря ведете себя правильно вам надо пересматривать ваш образ жизни вы слишком носите в себе свои переживания свои проблемы все ни с кем не делитесь создаете так сказать отложение не только эмоций внутри себя но и солей по всему организму вот такая вот история кажется а как это так получается а потому что дорогие мои друзья вы отвечаете за скелет за позвоночник за хрящи за связки за суставы и прочее это все ваша среда поэтому в этой среде вы откладываете то что собственно говоря вот эти вот перенесенные внутри себя постоянные эмоции которые вы сдерживаете ни с кем не общаетесь это влияние сатурна вы все носите носите перегружаетесь и в результате получаете кристаллический скелет везде определенные кристаллы прежде всего солей которые потом создают эффекты похрустывания и посвистывания во время вашего движения ну что ж это все ваши сокрытые эмоции которые вы вносили в себе проблемы которые вы постоянно муссировали страхи которые вы постоянно создавали даже не имея к этому прецеденту вот они выразились в отложении солей вот печально но факт вообще козерогу не повезло и повезло одновременно понимая что он отвечает за скелет и понимая что скелет это основа организма надо же понимать что скелет состоит из определенных минералов правильно поэтому кальций о котором мы говорили это прежде всего основа крепких костей постоянные ушибы растяжение связок постоянные кровоподтеки постоянные вывихи которые преследуют козерога это первое напоминание о том что в его видении находится скелет поэтому ему надо ходить очень осторожно смотреть что он делает по льду ходить с особой предосторожностью потому что если уж казус должен получиться козерог его получит и как правило это будет ознаменовано перелом поэтому в данном случае дорогие мои друзья следим за своим скелетом особо внимательно а если вернуться к минералам так за этим надо следить особенно важно вот почему козерогу надо питаться как никому другому среди знаков зодиака очень правильно и очень внимательно а уж за кальцием фосфорно-кислым следить особенно бдительно это рекомендация не не случайно потому что всякого рода остеопорозы или хрупкость костей и прочее прочее первое указание на то что с минеральными составами в организме козерога уже откровенная проблема так что вот так дорогие мои друзья конечно на козерога легла огромная ответственность без костей человек не существует без костяка тоже поэтому и следить за собой ему надо с утроенными усилениями если рассмотреть потенциал здоровья который прилагается козерогу от природы то надо сказать что от самого рождения до 7 лет они как бы крепкие достаточно и чтобы с ними не приключилось это в общем-то заканчивается достаточно легко или вовсе не приключается так что скажем так это неплохо а вот дальше жизненные силы потихонечку еще добавляются особенно если благоприятно складываются планеты в натальной карте и собственно говоря в момент рождения не было Сатурна непосредственно в доме козерога на момент рождения это появление Сатурна уже конечно ослабляет козерогов это считается неблагоприятной в общем-то ситуацией в плане здоровья тогда есть предположение если был Сатурн что еще будут проблемы дополнительные с желчным пузырем то есть движение желчи в организме будет заторможено и собственно говоря это козерог всенепременно почувствует а если рассмотреть еще дополнительные болезни которые могут встретиться на пути козерога ну помимо основных его законных это конечно желудок это ему уже конечно от анагониста рака поэтому в данном случае проблемы с желудком встречаются совершенно у многих козерогов вот проблемы с пищеварением чем старше становится козерог тем замедленнее у него освобождение от шлаков поэтому здесь в данном случае очень нужно внимательно следить за этим вопросом помогать организму всеми возможными средствами но я вам могу сказать дорогие мои друзья что козерог с какими бы проблемами со здоровьем он не столкнулся запросто не сдается у него хватает жизненных сил для того чтобы собственно говоря прожить достаточно активную жизнь и тогда когда многие знаки уже выглядят достаточно увядшими считают что они свою жизнь прожили и как говорится им уже ничего не светит козерог еще пышет здоровьем и энергией но это тот козерог который вовремя следит за собственным здоровьем ведет достаточно здоровый образ жизни о спорте слышит не понаслышке и не размышляет о таковом всю жизнь что надо бы заняться а действительно активно двигается потому что козерог достаточно медлительный плюс здесь еще стихия земля она еще затормаживает и все в его организме происходит медленно без соответствующих спортивных упражнений подвижного образа жизни козерог имеет возможность превратиться в исключительные развалины а тут как еще почему я ему этого не посоветую дело в том что все болезни козерога приобретают хроническую форму а в силу его мнительности и постоянных размышлений которые свойственны козерогу размышления болезни тоже становится совершенно ежедневными по большому счету для него и вместо того чтобы внушать себе оптимизм он с этой болезнью может побороться козерог делает все с точностью да наоборот поэтому его размышления о том что он заболел чем-то очень серьезным практически смертельным и это ежедневное муссирование подобных вещей являются пророческими в результате то есть козерог со своим усердием умеет любую болезнь превратить не только в хроническую но и довести ее соответственно при помощи собственной визуализации до непоправимой истории поэтому дорогие мои козероги чем бы вы не заболели даже если эта болезнь действительно вас страшит и прочее вместо того чтобы все время говорить о том все я умираю создавать себе мысли о том что от этого невозможно вылечиться и вы уже на одной ногой стоите в могиле что часто делает козерог надо делать с точностью до наоборот на любую болезнь сейчас есть управа по большому счету надежда умирает последней и вы должны наоборот если хотите быть здоровым победить то чем вы хвораете вы должны наоборот быть максимально оптимистичны переключать свои взгляды с болезни например на любимое хобби отправляться на рыбалки ездить в лес общаться с людьми то есть постараться вытеснить постоянное муссирование того что вы уже собственно говоря попали в село какой-то неизлечимой болезни и если вам это удастся то поверьте мне болезнь просто не будет иметь возможности вас сломить такова сущность козерога поэтому для того чтобы не умереть от насморка надо не предавать этому дорогие мои друзья повышенное обмусоливание размышлений и дорисовывание того что насморк этот был не случайный насморк а это так сказать уже так сказать что-то глобальное смертельное и теперь уже вам пора склеивать ласты загнав себя в подобную ситуацию будьте уверены даже обычный насморк может быть для вас смертельным поэтому козерогу о своих болезнях надо думать но думать ровно настолько что я ее обязательно с ней справлюсь все будет замечательно и помните что жизненных сил приложено предостаточно козерог невзирая на то что это не самый мощный знак в плане здоровья тем не менее относится к категории долгожителей но тем не менее могу сказать чтобы стать долгожителем все таки надо быть оптимистом заниматься спортом и здоровым образом жизни вот при таких обстоятельствах прожить полноценную активную здравую жизнь до очень серьезного возраста вполне по силам любому козерогу ну вот и все так что перестаньте пожалуйста страдать сама относясь к знаку козерога получив некоторые уроки судьбы в плане здоровья себя тренирую таким же образом как бы мне не было страшно как бы я не представляла эти диагнозы которые мне уже прорисовали я стараюсь смотреть на вещи оптимистически выполняю то что мне сказано врачами в надежде на то что и это мы победим ничего страшного поэтому в данном случае вам того же желаю и еще учитывая вялость организма козерога чем старше он становится тем больше он может быть зависим от своего вялого кровообращения все как бы затормаживается вот почему еще нужен спорт здоровый образ жизни прогулки по воздуху по возможности быстрым шагом если бы вы завели практику 30 минут хотя бы достаточно бодрым шагом путешествовать по улице это было бы замечательно прекрасно это возвращает кровообращение что такое кровообращение если оно вялое то соответственно сосуды плохо перекачивает кровь отсюда всякие проблемы с кровоокружениями с сосудами головного мозга и прочее это вялость кровообращение и она свойственна козерогам поэтому спорт активный образ жизни никакого сидячего как ступа состояния ну и конечно же надо проверяться ходить смотреть что у вас с сосудами потому что так или иначе ксерогов это естественная возрастная особенная история ревоматизмы артриты кальцевые отложения о которых мы говорили дорогие мои друзья это тоже благоприобретенные истории в исполнении козерога но так я вам хочу сказать что если спорт был вашим спутником на протяжении всей вашей жизни эти недуги просто не имеют возможности к вам пристать и процветать поэтому помните что движение для козерога это пожалуй самое главное что только может быть для тех кто уже прожил жизнь и так и не успел приобщиться к спорту которые теперь наслаждаются всеми перечисленными болезнями включая невралгию вам дорогие мои друзья только посильная гимнастика под наблюдением врача лечебные комплексы соответственно более посоветовать ничего а вот молодым козерогам надо приобщаться к спорту как можно раньше любому спорту который только вам нравится потому что чем больше движения тем вы будете здоровее и не бросать его на протяжении всей своей жизни тогда те недуги о которых мы говорили просто не имеют возможности к вам пристать и еще если вернуться к психосоматике заболевания козерога то помните дорогие мои друзья не все конечно скатываются тем ситуациям о которых мы будем говорить но многие из козерогов превращаются со временем в людей достаточно замкнутых исключительных скупердяев людей эгоистичных в общем-то зацикленных только на себе озлобленных на жизнь и так далее а вот в результате у подобных личностей заболеванием особо пышный комплекс почему это с ними происходит дорогие мои друзья а потому что они проживают не лучшую сторону жизни козерога и и постоянная замкнутость в себе вот это муссирование озлобленность отстраненность вот создает внутри эффект протухшего болота а в результате дорогие мои друзья вот это ваша зажаточка которая создана сатурном и создает благоприятную среду для отложения всяких солей как вы понимаете артритов и прочих прочих вещей которыми вы страдаете вот и ищите все время виноватых а виноваты други мои вы сами вы не только болеете дорогие мои друзья вы еще выглядите со стороны людьми узкого кругозора какие-то неразвитые ненеприятные вас считают в общем-то человеком достаточно узколобым ну вам не нравится собственно говоря эта ситуация я понимаю она никому не может понравиться тем более что вы чувствуете что люди настроены на вас достаточно в общем-то ну негативно и умудряетесь еще обижаться постоянно на людей даже если эта обида вам была нанесена совершенно случайно человек не хотел вас обидеть просто он что-то там сказал но вы уже настороженно вы любое слово воспринимаете в штыки и уже готовы на него обижаться поэтому у вас постоянно неприятие людей вы достаточно человек склочный агрессивный никого к себе не подпускающий помните и это не лучшая сторона козерога хотя она возможна для особо одаренных личностей которые замкнулись в себе и возненавидели все человечество помните вы источник тогда не только негатива по отношению к людям которые вы выражаете но вы еще человек будете исключительно больной я вам очень рекомендую от подобных мыслей от подобной модели поведения от постоянной обидчивости поиска в людях постоянно подводных камней неприятия в вас и вы постоянно вот такие ершисты отказывайтесь от этой модели поведения она разрушает вас самих поэтому в данном случае когда мы ищем психосоматику заболевания надо еще посмотреть на типаж козерога если он именно относится к этой категории не удивительно что он абсолютно рухлеть в плане здоровья он сам себя разрушил вот этими постоянными мыслями и прочее я более того могу сказать что если постоянно на кого-то точить зуб иметь что-то там все время принюхиваться к тому как относятся люди то соответственно не удивляйтесь что помимо всяких заболеваний у вас еще будут проблемы с пищеварением вот именно почему-то желудок и пищеварительная система часто реагируют на подобного рода эмоции поэтому здесь у вас могут быть то неудержимые расстройства то неукротимые запоры это все тоже кстати реакция на ваши эмоции и чем больше вы нервничаете психуете надуваетесь и думаете об этом тем больше страдает у вас пищеварительная система и желудок соответственно поэтому не удивляйтесь что начинаются приступы изжоги какие-то спазмы в желудке это реакция как раз на ваш эмоциональный фон для вас други мои если хотите выздороветь единственный способ существует воспитывать в себе все прощения и даже если вас обидели ненароком умейте прощать как только вы избавитесь от постоянных ядов которые источаете сами и токсинов которые вы бросаете в организм переживая все время вот эти негативные ситуации эти не гораздо с людьми и желая им всего хорошего вы отравляете сами себя поднимите руку скажите я прощаю тебя и все и научитесь так жить поверьте вы видите великолепные результаты в плане оздоровления собственного организма сам самые счастливые козероги и козероги которые могут дожить в полном здравии до значительных собственно говоря лет это те у которых есть чувство юмора и которые видят светлую сторону жизни больше чем тем к сожалению не все козероги могут этим похвалиться но те которые обладают веселым взглядом на жизнь и оптимистичны живут долго и счастливы мрачные личности конечно как бы себе тем самым жизнь укорачивает поэтому говоря каждому козерогу о том насколько он может быть жизнеспособен тут надо разбираться со всеми индивидуально и посмотреть как человек этот живет если у вас чувство юмора выражается в язвительных замечаниях по поводу окружающих и вы только этим заняты считаете что этот мрачный юмор и есть юмор то к сожалению к оздоровительной системе вашей эта ситуация не имеет никакого отношения вот если вы просто веселый легкий человек легкий в общении к вам тянутся люди вы глядя на стакан говорите что наполовину полон а не наполовину пуст значит у вас есть хорошие задатки прожить долго и счастливо так что уж сами размышляйте дорогие мои друзья мы можем самовоспитываться помогать организму и помните что эмоции часто лежат в основе заболевания поэтому чем вы будете веселее оптимистичнее юморней чем светлее вы будете чем больше светлого будете замечать в жизни и на него базироваться тем здоровее будете для козерогов других рекомендаций просто нет в природе постоянное чувство беспокойства и просто давящая на голову депрессия которая тоже присуща козерогам с этим тоже надо бороться дорогие мои друзья вот очень хороший выход из положения найти себе просто людей близких по интересам вот как говорится клуб собирайте этих людей у себя дома или приходите к ним играйте в карты ходите в кино идите в театр но если это ваша группа единомышленников это единственная возможность переключать свое внимание и не впасть в прострацию где вы будете сидеть в одиночестве надутые на весь белый свет таким образом здоровиться невозможно ну что ж вот для первого обзорного видео вполне глубоко я считаю и кое-что у нас уже так сказать лежит на поверхности второе видео позволит нам эту ситуацию расширить и возможно опереться на некоторые рецепты народной медицины которые для вас являются не только не вредными а весьма и весьма полезными так что рекомендую в него заглянуть ну и как всегда спасибо всем кто поддерживает мой канал это приятно это необыкновенно вдохновляет и я за это вам очень благодарна Донецку день рука дающего с вами была Елена рецепт это как все 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 это и все 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 все